Рада приветствовать всех на своем канале с вами Барыльченко Татьяна и небольшая интрига. Сегодня я получила посылку, вы сами видите, от радуги бисера, здесь наклейка. Невероятные чувства я испытываю сейчас, потому что я ждала эту новинку. Ну и вам небольшая подсказка, вы сами наверное уже догадались о чем идет речь, ну и я наверное написала об этом названии, хотя я еще название своему ролику не придумала, но оно будет очевидно. Вы не помните мои недавние видео, если нет, я вам ссылочку внизу оставлю, видео об этих матрешках, замечательных матрешках от радуги бисера, которые вышиваются на тканевой основе и потом собираются таким простым незадейливым способом, как ниточка с иголочкой, например. Я сейчас вскрою, это такой анонс, естественно вряд ли вы в этом видео увидите готовые работы, потому что это ждет впереди вас видео о готовых работах, но сейчас мы посмотрим, что же я получила. Когда я увидела новинки, естественно я сразу кинулась их заказывать, но смысл не просто в новинках. Когда я вышла первые две матрешки, я задала вопрос производителю, а будут ли еще матрешки? Был ответ, ну собственно мы думали об этом, ну просто вот не придумали пока какие матрешки должны быть. Ну тут Остапа понесло на самом деле, я предположение высказала, что матрешка может быть и Вологодская, и Городецкая, матрешка Жостовская, ну и Семеновская матрешка, это классические собственно матрешки, которые выпускают, выпускает наша промысленность, да, назовем ее в кавычках. И действительно эти матрешки появились, увидели свет, и сейчас я могу вам представить собственно каждую матрешку. Честно говоря, я не понимаю свою любовь вот именно к матрешкам, наверное это аукается из детства, наверное это все-таки какая-то культура, да, наша русская культура. Много предположений есть откуда взялись матрешки, в том числе есть предположение, оно не доказано, хотя уже говорят многие, что доказано, что это китайская игрушка. Возможно смешение культур, безусловно, есть заимствованные какие-то вещи, но вот по моим ощущениям это чисто русский такой продукт, который мы до сих пор, да, который мы до сих пор можем гордиться, он очень интересный, с ним с удовольствием играют дети, к большому сожалению матрешки сейчас очень недешевые, они деревянные, расписанные как правило вручную, и им играют не только дети, они являются прекрасным украшением интерьера, их любят покупать туристы в нашей стране, и матрешечки собственно говоря с большим удовольствием распродаются. Выбор матрешек невероятный, сейчас в современном мире есть не только классические матрешки с классическими мордочками, лицами, но и матрешки современными политиками, современными сказочными героями и так далее. Не мне вам рассказывать, я думаю, что если вы откроете интернет, вы найдете. И я теперь стала обладателем потрясающей коллекции матрешек от Радуги Бисеров. Итак, Семеновская матрешка, матрешка Жостовская. Все вы знаете, что Жостова это роспись, но они вот в нашем случае это на красном фоне, вот такие шикарные, да, цветы, но есть и на темном фоне, не знаю, может быть на темном тоже выпустят еще, потому что это тоже интересный вариант, но Жостова и Жостова. Есть еще Городецкая, Городецкая роспись, на самом деле вот у меня с Городецкой росписью, в принципе, как-то детям показывать не заладилось, я показываю только картинки, потому что, ну, есть какая-то там дощечка, ну, вы же поняли, да, что работая в дошкольном учреждении, вообще работая с детьми, иметь такие матрешки, это удовольствие просто потрясающее. Матрешка Вологодская, ну, как не посмотреть на эти синие морозные узоры, ну, красиво, красиво, безусловно. Хотим ли мы раскрыть? Ну, давайте, наверное, раскроем, да, как всегда, это очень интересно. Раскрою я, наверное, все вам покажу, потому что я вышивать их буду, безусловно, все, я сейчас отодвину все свои работы, которые есть, ну, какие все, у меня сейчас одна большая работа, опять же, кстати, от Радуги Бисера, работа масштабная, она идет к своему завершению, вы ее тоже скоро увидите, так что еще очередной анонс. Итак, мы открыли с вами Вологодскую матрешечку, что мы здесь имеем? Мы имеем здесь заготовку под вышивку, ну, красивая, красивая заготовка, заготовку под вышивку, ну, она такая на сатене, на креп сатене, не знаю, с чего она сделана, надо, кстати, посмотреть, если тут указан ли материал, как у нас нанесено рисунком. А, неважно, здесь Джин Джеймс иголочка, ниточки, наполнитель. Вы знаете, в прошлый раз мне этого наполнителя хватило. Удивление, я его распотрошила, мне его хватило. Обычно я напихиваю еще дополнительно, тут мне ничего этого не захотелось. Ну, и тут у нас схемка бумажная и шесть цветов бисера. Ну, бисер вы сами видите, да, я очень люблю вот этот цвет бисера, я его всегда называю джинсовый, да, цвет классический такой, светлый, очень красивый розовый, серебро, белый и черный. Ну, соответственно, и красный для ягодок. Шесть цветов бисера, работка будет ликаться. Даже, вот честно скажу, не знаю, с какой начинать. Ну, хорошо, мы вскроем с вами все, наверное. Убрала я защиту со всех наборов, потому что, кстати, иметь такую защиту хорошо, во-первых, это удобно для магазинов, в которых, в офлайн-магазинах висят эти наборчики, но, во-вторых, это хорошо для интернет-магазинов, где пытаются вскрывать. Уже вскрыв эту защиту, конечно, назад ее не вернешь. Ну, собственно говоря, я даже не очень хочу вытаскивать все. Вот так выглядит заготовочка, очень красиво, и здесь восемь цветов бисера. Ну, все, я думаю, что вы увидите все это в видео о готовых работах, и я думаю, что, наверное, на всякий случай я еще вам покажу, как я делаю сборку, потому что в последнее видео, в котором я показала своих матрешек, все пахнули и спросили, а где же сборка? Мне казалось, это очевидно, что я уже не первый раз показываю. Ну, видимо, есть какие-то свои нюансы, хотя уже сам производитель тоже выпустил видео о том, как эта сборка осуществляется. Ну, не знаю, надо, не надо доставать. Ну, раз я вам обещала, давайте достанем, посмотрим. Это заготовочка вот такая, с желтеньким платочком, восемь цветов бисера. Семеновская матрешечка. Очень красивая, очень красивая, да? Посмотрите, какие они яркие. Мне нравится, что здесь сохранены, конечно, наши традиции, росписи, и что это материал взятый не из воздуха, мы можем смело демонстрировать друзьям, знакомым, использовать как сувениры, использовать как декор интерьера, украшать елочку, дарить на подарок. Например, у меня пару друзей живут за границей, и в том числе моя сестренка, которая живет в Париже, ну, так случилось, да, в ее жизни. И отправить такой подарок, мне кажется, очень приятно. У нее три дочери, потому что тактильно, тактильно, эти матрешки, они, конечно, потрясающие. У меня многие, кто приходят, я вам сейчас покажу, что они делают. Я все время, мне все время хочется попросить, помойте ручки, пожалуйста. Вот, здесь шесть цветов. Ой, ну, это, наверное, одна из самых красивых матрешек с городецкой росписью. Вот, что делают люди, все сразу берут матрешку вот так в руки. Ну, действительно, ее хочется пожамкать, да, ее хочется пожамкать. Здесь есть, вот, выкройка. Кроме того, что здесь есть бисер, наполнитель, ниточки, иголочка, здесь есть шаблон, который нужно вырезать, наклеить на картон. Я, собственно говоря, у меня одна, единственная вырезана, я все вот эти угробить не буду. Я, знаете что, я вырезаю из плотного картона пивного, и, обходясь, у меня есть уже выкройка, я ее не выбрасывала, как почувствовала, что она мне понадобится, видимо. Вот, и, собственно говоря, буду вышивать. Ну, давайте, смотрите, городецкая мне понравилась все-таки, наверное, больше всех. Нет, не могу, мне и вологодская нравится. Трудно выбрать, да? Ну, раз она у меня последняя лежит, уже, собственно, все вытащено. Сейчас я беру органайзер ниточный, ой, простите, бисерный, и начинаю вышивать эту работу. Шесть цветов. У меня ощущение, что работа прям полетит. Полетит. У меня сейчас, у нас у всех сейчас три дня выходных, и хочется за эти выходные отшить как можно больше, да, вышить как можно больше. Я думаю, что... Я видела отзывы в пабликах, да, в ВКонтакте, в Телеграме. Матрешки всех вдохновили, действительно всех вдохновили. Я поэтому вам сейчас показываю, что они себя представляют. Я обязательно еще раз напомню, ссылочка внизу на предыдущее видео об этих матрешечках, оно есть, посмотрите. Там мои впечатления, там не очень много информации, просто состав набора и мои впечатления. Моя эмоциональность, может быть, зашкаливала в тот момент. Сейчас она, поверьте, не меньше фонтанирует, потому что, ну, красивые. Посмотрите, какие лица у них красивые, да, посмотрите, какие симпатичные личики. Очень красивые. Ткань хорошая, но, мне кажется, прям не выгорает. Почему-то вот печать такая невероятная. Ну, радуга бисера она себя, собственно, зарекомендовала, да, тут ничего не скажешь. Я приступаю к работе. Ну, а вам я хочу пожелать отличного настроения, вдохновения, желания творить, вышивать, вытворять. Если вам интересно, где я покупала эти, заказывала эти новиночки, все ссылочки будут внизу под видео, в инфобоксе. Обязательно себе заказывайте, пробуйте. Если вы еще не пробовали, мои впечатления самые приятные и от качества печати, и от наполнения набора, и от качества бисера, в том числе. Ну, и, соответственно, я в большом восторге от самого результата. Видео об этих работах скоро выйдет обязательно. Не пропустите. Непременно жду ваши комментарии. Надолго не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok